СЕЛЕЗНЁВ СЕЛЕЗНЁВ Отлично отдаёт ему вот такой вот пендель, чтобы он тут не катался. Внизу светятся ещё противники. Это Толстопард, а также Т-150 и Супер Першинг. Но пока что только ЛТшку было видно и удается её уничтожить. Но вот подъезжает Супер Першинг. Он сам подставляет крышу к башне. Ну и куда, конечно, Селезнёв отлично противника пробивает и разряжает собой барабан. Но тут подъезжает С-3 и успевает продамажить наш французский картонный танк. 30 секунд остается до конца перезарядки. Приходится немножечко ждать. Ещё засвечивается тут Т-29 и он начинает подниматься на гору. Но как раз подходит к концу перезарядка барабана и начинает игрок разбирать Т-29. Гуслит его. Ну и, естественно, шансов у врага тут совершенно не остаётся. Он отправляется в ангар и наш герой, в общем-то, решает пока что не перезаряжать два этих снаряда. Он решает добрать этого Супер Перша и тем самым обеспечить себе место для отступления. Потому что противники начинают подниматься на эту гору. Но вот сейчас уже можно перезаряжаться и спокойно ретироваться отсюда. Сзади засвечивается ИС-3. Ну и, естественно, перестреливаться с ним не стоит в лобовую. Уж лучше как-то противника обхитрить. Ну и француз решает зайти в тыл к другим совершенно неприятелям. Тут стоит Т-43, но попасть по нему не удаётся. Также там справа сидит ПТ-шка. Ну и получается её отправить в ангар. Выезжает Т-43. Удаётся тоже его уничтожить. Ну и выкатывается ПТ-САУ СУ-100М1. Она мажет. И получается её забрать. Но перед смертью она всё-таки выстрелила и пробила. Наш герой уходит на перезарядку. И думает, что же делать дальше. Можно попробовать разрядить свой барабан в эту ФВ-шку. Но тут внезапно появляется ИС-3. И заходит в тыл к нашему герою. АМХ, конечно, не подставляется. Да и возможности сейчас выдержать выстрел этого ИС-3 нету. ХП всего-то 300. И противник с одного выстрела просто француза уничтожит. Наш герой замечает, что враг подъезжает к камню. Подставляет свой борт. И получается его подловить. Загуслить его. И стричинится. Но снова выдаётся поставить его на гуслю. И тут он уже, конечно, ничего сделать не может. Получилось его вот так вот хитро обмануть и разобрать. Можно сказать, что он попал в барабанную такую ловушку. Довольно распространённую. Ну, среди опытных игроков, которые умеют хорошо играть на барабанных танках. Сам любил кого-нибудь так загуслить. И чтобы враг никуда не уехал. Потом. Но ситуация весьма сложная. Осталось ещё 4 противника. ХП нету больше почти что. И уничтожить противника крайне проблематично. Наш герой начинает, в общем-то, забираться снова на эту гору. Чтобы отсюда разведать обстановку. Подсветить, может быть, противники где-то тут появятся. И удастся по ним пострелять. Но пока что тут никого не видно. Француз, в общем-то, не зря, конечно, сюда поехал. Но пока он тут катался, противники просто начинают захватывать базу. И нужно как-то теперь сбивать. Француз выезжает на балкончик, уничтожает ФВ-201. Ну и сразу же прячется. Конечно, в первую очередь нужно как можно непредсказуемо играть. Потому как противники уже свелись на это место и ждут, что француз высунется там снова. Но он, конечно, такую ошибку не совершает. Он объезжает вот с этой стороны. И вот он, светляк. Получается его уничтожить. Хорошо, что он не спрятался. Ну и далее, конечно, Селезнев долго не остается тут на одном месте. Совершает противоартиллерийский маневр. И уезжает. В принципе, это самое главное. Нельзя на таком подвижном и самое главное уязвимом танке быть предсказуемым. Там стоять на одном месте, долго выжидать что-то. Нужно постоянно двигаться по карте и устраивать сюрпризы неприятеля. Снова АМХ-50100 пытается отсюда подсветить, но никого не видно. У вражеской ПТ-САУ Т-28 прототип 2 фрага. И, скорее всего, она не АФК. Просто где-то катается пока что непонятно где. И это, конечно, тоже проблема, так как можно на нее тут случайно наткнуться. Она может там где-то в кустах находиться. Но француз понимает, что нужно уже что-то предпринимать. Едет он на вражескую базу. И тут где-то наверняка должна быть артиллерия. Если, конечно, она далеко отсюда не уехала. Но вот засвечивается М-12. Игрок останавливается, мажет. Арта начинает сводиться. Но, похоже, она тоже не попадает. И удается ее уничтожить. Ну и оказывается, что противник на ПТ-САУ встает на захват. И теперь АМХ-50-100 думает, как же ему внезапнее напасть на врага, чтобы тот не смог ничего сделать. Потому как АФА у него большая. И с одного выстрела он может француза уничтожить. Игрок решает на горку снова не заезжать. Он объезжает снизу. До конца захвата остается довольно немного времени. И вот он, француз, подъезжает в упор к базе. Засвечивается противник. К счастью, он смотрит в сторону моста. Получается нанести ему урон. И потом сразу же он прячется. Враг, к счастью, не успел выстрелить. И далее француз объезжает по воде. Решает он заехать теперь с этого направления. Ну и враг не знает, где француз может появиться в следующий момент. И это самый главный эффект неожиданности. И вот он, этот проезд, где можно совершить внезапное нападение на противника. До конца захвата остается опять же мало времени. Игрок засвечивает Т-28. Подъезжает. Пытается продамажить врага в борт. И у него это получается. Захват сбит. У противника остается совсем немного прочности. Но пробить его не получается. Остается три снаряда в барабане. Игрок снова пытается выцелить борт. К счастью, Т-28 подставляется. И удается победить в этом бою. Итак, медаль пула. Защитник. Основной калибр. И воин. Ну и также звание мастера. Безноклассности, вернее. 7173 урона. Игрок нанес. И 11 танков он уничтожил. 2968 опыта получил. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok